Иван Андреевич Крылов. Басни. Краткое содержание. Волк и ягнёнок Мораль этой басни – у сильного всегда бессильный виноват. Ягнёнок в жаркий день пошёл напиться к ручью. Мимо пробегал голодный волк, который решил задрать и съесть ягнёнка, но делу дать законный вид и толк. Подбежав к ягнёнку, он вначале стал говорить, что тот нечистым рылом мутит его чистое питьё. Ягнёнок оправдывался, что пьёт на сто шагов ниже водопоя волка. Волк, не смутившись, тут же обвинил ягнёнка в грубости, сделанной ему за прошлым летом. Но оказалось, что ягнёнку нет отроду и воду. Тогда, не слушая дальнейших оправданий, волк прорычал «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!» и поволок ягнёнка в тёмный лес. Волк на псарне Волк, думая ночью залезть в овчарню к овцам, попал на псарню к охотничьим собакам. Собаки залаяли, сбежали с псари. Загнанный в угол волк из хитрости затеял переговоры, предложил свою дружбу, обещал не трогать больше здешних стад. «Ты сер, а я приятель сед!» – прервал его ловчий. «И волчью вашу я давно натуру знаю. На мир с волками я иду не иначе, как спустив с них шкуру» и тут же выпустил на волка гончих в стаю. Эту басню Иван Андреевич Крылов написал в момент, когда близкий к разгрому в России Наполеон пробовал предложить Кутузову мирные переговоры. Ворона и лисица Мораль этой басни давно известна лживость лести, однако льстицы всё равно находят способ обводить многих вокруг пальца. Ворона нашла где-то кусок сыра и собиралась позавтракать. Мимо бежала хитрая лисица. Увидев аппетитный сыр, лисица стала льстиво расхваливать красоту вороны, а потом попросила, чтобы та спела своим ангельским голоском. Поверившая похвалам ворона каркнула во всё горло. Сыр выпал у неё из клюва, и хитрая лисица убежала с ним. Демьян подчивал ухой соседа Факу. Фака съел уже три тарелки, но хлебосольный Демьян упросил его скушать ещё одну. Фака докончил её из последних сил, но Демьян стал предлагать ему новую тарелку. Как не любил Факауки, однако от беды такой, схватив кушак и шапку, убежал домой. Крылов советует писателям учиться на этом примере и не слишком навязчиво подчего читателей своими книгами, иначе прозы и стихи тошнее будут всем Демьяновой ухи. Зеркало и обезьяна Обезьяна, увидев себя в зеркале, спросила у медведя – что там за рожа? Какие у неё ужинки и прыжки? Я удавилась бы с тоски, когда бы на неё хоть чуть была похожа. Не узнавая себя, обезьяна, однако, считала, что некоторые её кумушки очень напоминают уродливое лицо в зеркале. Чем кумушек считать трудиться? Не лучше ли на себя кума обратиться? – ответил ей медведь. Квартет Мартышка, осёл, козёл и мишка решили сыграть к скрипичный квартет. Раздобыв инструмент, они ударили в смычки. Дерут, а толку нет. Звери решили, причины в том, что они не так расселись. Несколько раз участники квартета рассаживались по-новому, однако их музыка от этого лучше не стало. «Вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь», – сказал им пролетавший мимо соловей. Кот и повар Повар отлучился с кухни в кабак, а, вернувшись, увидел, что его кот Васька своровал курицу и мурлыча поедает её. Повар стал корить Ваську, внушать ему, что воровать нехорошо, что все соседи будут теперь звать его Плутом. Но пока повар читал нотации, кот слушал да ел и уплёл всё жаркое. В качестве морали Крылов советует речей не тратить по-пустому, где нужно власть употребить. Кукушка и петух Кукушка восхищалась громким и важным пением петуха, а он – её плавным и протяжным кукованием. Они долго рассыпались во взаимных похвалах, сравнивая друг друга с соловьём и райской птичкой, пока пролетавший мимо воробей не посмеялся над их музыкой. «За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку». Ларчик Мораль этой басни – не надо видеть сложности там, где на самом деле всё просто. Кому-то принесли от мастера красивый ларчик. Все любовались им. Пришёл взглянуть на него и специалист по механике, который в силу сложности своего ремесла стал подозревать, что ларчик имеет мудрёный замок с секретом. Механик взялся разгадать несуществующий секрет. Он долго вертел ларчик в руках, нажимал то гвоздик, то скобку, потел, но с задачей так и не справился. А ларчик открывался просто, без всяких секретов. Лебедь, щука и рак Когда в товарищах согласия нет, на латых дело не пойдёт. Однажды лебедь-рак да щука взялись везти воз с поклажей и впряглись в него. Но лебедь рвётся в облака, рак пятится назад, а щука тянет в воду. Хотя все они и лезут вон из кожи, а воз и ныне там. Мартышка и очки Мартышка к старости стала плохо видеть. Услыхав у людей, что от этого могут помочь очки, она раздобыла себе их с полдюжины. Но пользоваться очками Мартышка не умела. Она то прижимала их к темени, то вешала на хвост, то нюхала, то лизала и, не добившись толку, плюнув на людские враки, разбила очки о камень. – Так и невежда, – говорит Крылов, – не зная цены полезные вещи, охуждают её, а невежды познатней эту вещь и гонят. Осёл и соловей Прослышав, что соловей – великий мастер петь, осёл попросил, чтобы он показал ему своё искусство. Соловей залился чудной трелью, которой заслушались люди и природы. Осёл же сдержанно похвалил соловья и посоветовал ему, чтобы больше навостриться в пении, поучиться у дворового петуха. «Избави Бог и нас от этаких судей» – мораль Крылова. Разборчивая невеста Девушка-невеста искала себе жениха, но была слишком разборчивой. Поначалу к ней сватались знатно именитые люди, однако она во всех находила недостатки. Один без чинов, другой без орденов, у третьего нос широк. Года через два женихов стало уже меньше, и свататься стали уже люди средней руки. Отвечать им взаимностью разборчивая невеста тем более не торопилась. Время шло, невеста стала уж девой зрелой, красота её потускнела, женихи почти перестали свататься, и невеста рада уж была, что вышла за калеку. Свинья наелась желудей под дубом, поспала и стала рылом подрывать у дерева корни. «От этого дерево может засохнуть», – сказал ей сидевший на ветке ворон. «Пускай», – ответила свинья, – «мне нет проку от него, были бы жёлуди». «Если б ты подняла вверх рыло, то увидала бы, что жёлуди на нём растут», – проговорил дуб. «Так и невежда», – замечает Крылов, – бронит науке учения, не чувствуя, что он вкушает их плоды. Слон и Моська По улицам напоказ народу водили слона. Маленькая собачка Моська стала лаять и бросаться на огромного зверя. Знакомая Шавка принялась успокаивать Моську, говоря, что слон даже не обращает на неё внимание. «Вот то и хорошо, что я без драки попасть могу в большие забияки», – ответила Моська. «Пусть все говорят, что я сильна, рослаю на слона». Стрекоза и муравей По прыгуни стрекоза, не работая, пропела всё красное лето, когда под каждым ей листком был готов и стол и дом. Но лето кончилось, началась холодная и голодная зима. Не приготовив себе ни еды, ни жилья, стрекоза решила пойти за ними к трудолюбивому муравью. Муравей спросил, что же делала стрекоза летом. «Пела», – ответила та. «Ты всё пела? Это дело. Так поди же попляши», – дал ответ муравей. Тришкин кафтан У Тришки на локтях продрался кафтан. Недолго, думая, он обрезал рукава и зашил дыру. Однако теперь все смеялись над короткими рукавами Тришкиного кафтана. «Так я же не дурак и ту беду поправлю», – сказал Тришка. Он обрезал фалды и полы, наставил рукава. Но теперь его кафтан стал короче камзола. «Вот и иные господа, запутавши дела, поправляют их на манер Тришкина кафтана», – пишет Крылов. Щука и кот Беда, коль пироги начнёт печи сапожник, а сапоги точать пирожник. Никому не стоит браться за чужое ремесло. Однажды щука, хорошо ловившая ершей, стала просить кота, чтобы он взял её с собой на мышиную охоту. Кот отговаривал её, но щука была упряма, и они вдвоём пошли в амбар. Кот наловил там много мышей. Щука же лежала без воды, чуть живая, хвост у неё отъели крысы. Кот с трудом стащил полумёртвую щуку обратно в пруд.